Добрый день, коллеги! Чиабата по-швабски сегодня у меня испечена, ржано-пшеничный хлеб, обдирная мука, мука пшеничная высшего сорта один к одному, рецептура на 700 грамм муки. Хлеб этот готовится очень просто. Для начала надо поставить пшеничную опару, 70 миллилитров теплой воды, 3,5 грамма соли и 3,5 грамма хлеба пекарных дрожжей перемешиваем, чтобы трожь распустить, соль растворить. Хлеб очень удобный, в его состав не входит ничего такого, что нельзя было бы добыть в обычном магазине. Добавляем муку пшеничную высшего сорта, 98 грамм. И замешиваем пшеничное тесто. Стараться тут особо не надо, достаточно, чтобы просто мука хорошо перемешалась с водой. Оригинальный хлеб печется на ржаной закваске спонтанного брожения. Я же этот рецепт модифицировал и испек хлеб на КМКЗ. Обе рецептуры приведены снизу под видео. Пшеничная опара должна побродить сначала 2 часа при комнатной температуре и затем 18 часов в холодильнике. 203 грамма свежей КМКЗ потребуется для того, чтобы испечь этот хлеб. Для тех, кто понятия не имеет, что такое КМКЗ, снизу под видео также ссылочка в образовательных целях. Либо печем на обычной закваске спонтанного брожения, как тоже написано снизу под видео. Это готовая пшеничная опара, побродившая уже 20 часов. 2 часа при комнатной температуре и 18 часов в холодильнике. Дрожжи хлебопекарные 14 грамм и соль 10,5 грамм. И вот для начала перемешиваем все эти компоненты друг с другом без залива воды. Если сразу залить воду, положенную по рецептуре, в тесто, то из пшеничной муки начнет выделяться клейковина. А это не то, что нам надо, поэтому лучше сначала перемешать все компоненты без воды. После чего добавляем теплую воду температурой около 38 градусов Цельсия в количестве 322 миллилитра. И еще раз хорошо все перемешиваем. Мука пшеничная высшего сорта 252 грамма. И мука ржаная обдирная 280 грамм. Тмин молотый 2,8 грамма. Ну и на этом пока все. Замешиваем тесто при помощи миксера, поскольку влажность теста составляет 75% и мешать руками его будет не очень удобно. На то, чтобы хорошо промесить тесто, уйдет где-то около 10 минут. И это еще не все. Добавляем смалец, свиной или гусиной в количестве 10,5 грамм. И еще раз хорошо перемешиваем, где-то около 2 минут. Итого суммарное время замеса теста должно составить порядка 12 минут. Хорошо, если температура теста после замеса будет около 30 градусов Цельсия, тогда нужно его поставить просто в духовку, не включая лампочку, и оставить на 45 минут. Тесто на этот хлеб растаивается в 3 захода. Первые 45 минут у нас уже прошли. Вот так вот выглядит тесто. Подпыляем стол ржаной мукой и опрокидываем тесто сверху на стол. Хлеб этот, дорогие коллеги, кстати, занял в 2005 году второе место на немецком конкурсе «Ржаной хлебопек». Так что для тех, кто умеет читать по-немецки, или для тех, кто просто интересуется, как выглядят профессиональные рецептуры немецкие, я оставил снизу под видео ссылку на оригинал. Ну что ж, опрокинули тесто на стол, и теперь надо его несколько раз сложить вот таким вот образом. Оттягиваем один из краев и складываем. И вот что меня еще поразило, что помимо бездрожжевиков существуют люди, которые считают, что печь можно только на закваске, либо только на дрожжах, и ни в коем случае нельзя смешивать одно с другим. Постоянно задают мне вопрос, зачем вы добавляете дрожжи, если там есть закваска. Незнание того, что в обычной закваске тоже присутствуют дрожжи, как раз и порождает такие вопросы странные. Подпыляем доску мукой ржаной и перекладываем заготовку на доску сверху, таким образом, чтобы шов оказался наверху. После чего растаиваем тесто еще 30 минут при комнатной температуре. Ну вот, коллеги, прошла вторая расстойка. Общее время брожения теста составляет 85 минут. Опрокидываем тесто на подпыленный ржаной мукой стол. Мука ржаная, обдирная, еще раз напомню. Очень ходовая мука в России, что делает этот хлеб очень доступным. Делим тесто на два равных куска посередине лопаткой для теста, вот таким вот образом. И это у нас и будут наши две швабских чиабатты. Тесто больше обминать не надо. Аккуратно его отделяем друг от друга и слегка подформовываем, вот таким вот образом. Можно взять лопатку, с одной стороны рукой, с другой стороны лопаткой, после чего перекладываем тесто на хлебопекарную бумагу. Вот этот черный лист, который вы видите, это не копирка, это многоразовая бумага для выпечки. Окончательная расстойка 35 минут. Ну что ж, коллеги, прошло 35 минут. Чиабатты подошли и готовы к помещению в духовку. Духовка к этому моменту должна быть прогрета до 270 градусов Цельсия. Выпекаем первые 8 минут при температуре 270 градусов Цельсия. При этом на эти 8 минут в духовку добавляем пар, наливаем кипяток в посуду, которая стоит на дне духовки. И помимо этого еще дополнительно нужно сбрызнуть стенки духовки воды. Через 8 минут пар из духовки удаляется и допекаем еще 30 минут при температуре 230 градусов Цельсия. Хлеб остужаем на решетке в течение примерно 1 часа, после чего он будет готов к употреблению и вы сможете насладиться его вкусом и ароматом. Ну что ж, коллеги, хлеб этот явная находка для тех, кому нравится простой бутербродный хлеб. Он вкусен и ароматен, мягкий мякиш, хрустящая корочка. Ну, в общем, находка для хлебопека-любителя. Перепек я его уже несколько раз, мне он очень понравился. Надеюсь, что вам он тоже понравится. И на этом я с вами прощаюсь и до следующего раза. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!